Скорее всего 25 минут закончилось и долго я вот это все рассказывал, то на Рейше уже остановилась камера на каком-то моменте. Значит Рейше, вот наглющий мицелий, так себя ведет на субстрате, вообще никаких проблем нету его с выращиванием, значит пожирает он все подряд, независимо от того есть там инфекции, нет там инфекции, есть там опилки, нет там опилки, да он жрет, короче вот наглющий просто сам по себе мицелий, если его вот например сделать 3 месяца его не высадить мицелий, то этот пакет превращается в пакетик с жидкостью, он просто переедает все, превращает его в воду. Но не начинают расти из пакета грибы, как вешенка вот делает? Если дырка будет, будет, он будет расти, да, потом что значит если его засыпать на любой субстрат по нестерильной технологии, то же самое садится как вешенка, естественно, чтобы было больше лечебных свойств, там надо добавить опилки, намного лучше будет и качество грибов, там и там лечебные свойства, относительно лечебных там свойств, если там сакимаши и таки, всем остальным нужно заморочиться, то с этим вообще никаких сложностей нет. Пищу он не потребляется, потому что он горький и твердый, структура его как древесная, как дерево, если его высушить, то он становится вообще просто его там даже разломать невозможно, там его болгаркой нужно разрезать. Вот, и значит заваривается чай, чай на вкус имеет такой сильный грибной такой в сторону оттенок, такой, ну сильно грибной, но все-таки с таким горьким послевкусием в конце, я не знаю, я вот например рейшин, мы вот выращиваем, у нас есть сушеные, и регулярно, чисто так для профилактики, полезно его употреблять просто для стимуляции иммунитета и зимой, чтобы там всякая инфекция не бралась, там всякие гриппы и все остальное, просто вот чай заваривается как чай, бросается там какое-то количество, запаривается кипятком, выдохнул, как лекарство просто проглотил это все дело, вот, там, ну не скажу, что он сильно там страшно невкусный, но в то же время все равно горчит. Вот, и проблемы его выращивать вообще нету никакой, вырастают вот эти оранжево-коричневые вот эти грибы, он такой вот как, ну, трутовик, он такими полукружочками растет, потом, если его не собрать вовремя, он естественно начинает спорить, споры выделять, ну, по наглости таких грибов больше никаких нету, значит, споры у него темно-коричневого цвета, такие как у шампиньона, вот шампиньон, такие коричневые, темные коричневые споры выделяют, и, значит, рейши, такие по цвету как ржачина, вот, потом, когда блоки выносят, что весь сам коричневый от этих вот спор, значит, растет на, вот, если все остальные грибы, там, вешенка, там, все остальные, то они плохо приживаются вообще к любой древесине, если сухая древесина, ну, вот такие вот капризные, то этот приживается ко всему, то есть к любым доскам, к любым строениям, ну, даже я вот скажу, что если, например, сооружение деревянное, и там выращивать рейши, запустить его хорошо на споры, то рейши будут расти везде, на стойках, да, на крышах, на балках, они везде начнут. Даже если трухлявое старое дерево. Да, даже если, вот, не знаю, сорвали, не сорвали, ну, давай, ну, интересно сейчас, сейчас мы сделаем паузу, сейчас посмотрим в одном месте. Так, сейчас, так, вот, подтверждение моих слов, сейчас вот попросим ученика подержать вот эту куковину. Куковину. Значит, я когда-то их сбивал. Значит, рейши, здесь они росли, вот просто в местах, где степлером пробита даже вот пленка, вот здесь. Здесь я его уже не сбил, просто оставили. Здесь деревянная стена, вот здесь дырочка просто в пленке, вот растет рейши. Вот, пожалуйста. Ну, он такой здесь малюсенький, естественно, доски сухие, но все равно растет. Так что, а сколько я их уже здесь посрывал, я просто, они вот так вот здесь торчали, как это самое, я их только... Так что рейши вот такой вот гриб. Если у вас деревянное сооружение, то выращивайте рейши и один раз вырастите, а потом будете всю жизнь их собирать. Вот, а тут... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok